всем привет итак пила baku laplander против fisker s83 по моему мнению fisker s83 выигрывает baku laplander несмотря на то что эта пила короче на где-то полтора сантиметра но зуб у нее крупнее рез агрессивней эта пила она как бы позиционируется как универсальная инструкция было чуть ли не кости можно пилить но зуб у нее маленький естественно и это пила и это пилит в обе стороны когда идет движение ну блин fisker s процентов на 40 перед лучше несмотря на то что короче может быть это связано с толщиной полотна fisker s0,8 миллиметра здесь один и две десятых миллиметра толщина при этом что fisker как бы гнется что baku тоже гнется ну fisker s конечно получше гнется на fisker s кстати очень у меня такое бывало и я вот тоже видел что у людей гнулся кончик когда например пилил бревно пила выскакивала упирался бревно то пила немножко полотно кривилась его потом надо было выправлять с большим трудом у меня такое было я его тоже большим трудом потом исправил чтобы она более менее ровно было так что тонкое полотно на самом деле не всегда плюсы но все-таки порезу лучше тонкое полотно так по размерам размеры в разложенном виде разница есть причем существенно и по полотну тоже разница есть теперь посмотрим размеры в сложенном виде тут стоит отметить что сложенном виде fisker s то в принципе не намного меньше из-за вот этого крючка из-за того что вот здесь покрупнее покажу из-за вот этого крючка из-за того что вот здесь вот есть такой стопорный винт то по толщине есть учитывается стопорным винтом и по длине если учитывать с вот этим крючком они в принципе похожи по размерам так Получается, что они, в принципе, похожи. Ну, естественно, бака шире, толще немного. Ну, и в Fiskras вот эти вот моменты добавляют габаритов. Если бы не было вот этого и вот этого, то это, безусловно, было бы намного компактнее. А так, в сложенном виде, в принципе, похоже. Ну, процентов на 15 поменьше Fiskras, конечно, но бака тоже компактная пила. По механизму. Здесь вот такой вот кнопочкой фиксируется. И, в принципе, надежно. Ну, вот у меня, например, такой недостаток. Когда убираю в рукоять, видите, он попадает по плашке. Надо подогнуть полотно, чтобы оно попадало вот сюда. А так, получается, клинок не по центру немножко. Как на складных ножах, да? Клинок не по центру. Здесь вот полотно не по центру. Fiskras, никаких проблем. Засунул, ставил. Ну, как я сказал вначале, когда я погнул полотно, оно мне было погнуто. И когда оно у меня было загнуто, я не мог вот так вот сделать. Оно цеплялось. Такие вот моменты. В общем, по размерам одинаково, по цене Fiskras дешевле, по агрессивности Fiskras лучше. Ну, и то я сказал, что по размерам одинаково. Это потому что по максимальным размерам. С учетом вот этого, с учетом вот этого. А если учитывать вот эти размеры, то Fiskras даже меньше. Так что мой фаворит Fiskras. В описании будет дополнительная информация. Точные характеристики. По весу разница. Бака, естественно, и тяжелее. И по размерам. Так что посмотрите описание. Если кто-то пользовался двумя этими пилами. Не одной какой-то, а именно двумя. То тоже напишите свое мнение. Интересно будет послушать. Ну, и в принципе, если вы одной из этих пил тоже пользовались. Все равно пишите, что вы думаете про эти пилы. И какая из них лучше. Потому что для себя я вижу, что Bacol Applander это просто перехваленная пила. Которую там распиарили на ютубе. Распиарили по ТВ, например. Эта кнопка из опорной. Ну, это как-то, ну, несерьезно. По цене. Это чуть-чуть дороже. Чуть-чуть. Процентов на 15. Ну, тут пила сама, можно сказать, больше процентов на 15. Давайте попробуем попилить что-нибудь. Попробуем попилить мерзлую древесину. Вот этой пилой. Первое использование данной пилы. Древесина мерзлая, мертвая. Засекаем время. Фискарс. Длины чуть-чуть не хватает. Ну, можно считать, что вот когда у меня выдернул пилу. Все, уже закончили. Теперь Bacol. Рядом. 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 может быть это место было такое нет примерно одинаково никаких особых сучков нету но пилит реально хуже я в шоке от этой пилы в принципе наверно не стоило ожидать чего-то большего с таким мелким зубом она еще с покрытием как бы утверждается на сайте производителя что покрытие как раз таки она как бы улучшает скольжение этой пилы но я вижу что это не так тоже очень неплохо но фискарс идет и лучше и быстрее чем вот такие вот у меня ощущения при этом фискарс если у нее отрезать вот этот крючок если он вам не нужен фискарс будет компактней ну в принципе пила это новая за . тоже ничего не делал этой пилой я пользовался больше года и ни разу не точил при этом я конечно всякой дсп не резал резал только дерево ну блин фискарс у пилы баку по резу выигрывает по размерам тоже выигрывает она компактней да и по цене выигрывает так что мое мнение фискарс рулит почему так много людей предпочитают пилы баку я не понимаю может быть вы подскажете мне в комментариях чем пилы баку лучше пил фискарс почему я все время вижу и по тв помню передача бушкрафтера и мирса там все время с такой пилой ходил и на других youtube каналах я часто вижу людей вот с такими пилами так западные обзорщики они вообще все все такими вот гуляют почему игнорируются отличные пилы фискарс я не пойму все благодарю всех за просмотр так